Сегодня финишировало так называемое дело охранников Андрея Пушкарева. Почти год его рассматривали во Фрунзенском районном суде Владивостока. Ранним утром в зале суда прозвучали реплики сторон и последние слова подсудимых. Олег Фецыч и Антон Таюрский попросили суд не ломать им жизнь из-за неподтвержденных большинством свидетелей слов журналиста Павла Брыкина. Также они отметили, что сами стали потерпевшими по делу из-за выполнения своих должностных обязанностей. Во второй половине дня все участники процесса вновь собрались в зале, но на этот раз уже для того, чтобы поставить точку в резонансном деле. Брыкина Павла Анатольевича от 7 июня 2016 года имелся кровопотек левого коленного сустава. Это повреждение давностью от 1 до 3 суток на момент освидетельствия могло быть причинено как в результате ударного, так и сдавливающего действия в ходе вот такого предмета. Данное повреждение не повлекло за собой расстройство здоровья или струк утрату общей трудоспособности. Простанавливается это повреждение, не причинившее вред здоровью. Напомню, это дело возбудили после поступления в полицию с заявлением от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина, который прибыл в Владивосток снимать фильм о бизнес-империи Пушкаревых. Он сообщил, что 7 июня 2016 года на него якобы напали двое мужчин около здания Приморского УФСБ. Олег Фецыч и Антон Таюрский, обвиняемые в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, именно так корреспондент Федерального канала охарактеризовал произошедшее, на допросе в судебном заседании пояснили, что обеспечивали безопасность своего руководителя, но физических действий к сотруднику СМИ не применяли. Согласно первоначальному плану, приговор обвиняемых в воспрепятствовании профессиональной деятельности Павла Брыкина должны были вынести еще 24 марта, однако его отложили, так как сторонами обвинения и защиты было решено допросить еще одного свидетеля. После состоялись премия сторон. Гособвинитель попросил назначить обоим охранникам по два года лишения свободы с испытательным сроком три года. В итоге Фрунзенский суд вынес свое решение. Федерыч Олега Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев. На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Федерычу наказание считать условно с испытательным сроком два года. Меру пресечения в отношении Федерыча домашний арест отменить. Тайурского Антона Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год семь месяцев. На основании ст. 73 Назначено Тайурскому наказание считать условно с испытательным сроком два года. в меру пресечения отношения Тайюрского домашнего ареста отменить. Сторона защиты с вынесенным приговором не согласна, поэтому намерена его обжаловать. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.